Для начала мы сделаем кофе, поможем. Делаем пролив. А там что, с молоком капучинатор? Да, мы сейчас подготовим молоко, пока делаем эспрессо. Это не капучинатор, это называется... забыл, как это кувшинчик. Петчер. А, вот это да, мы в печере молоко наливаем. А пропорция какая? Пропорция получается 180 на 30, плюс специи. 30 эспрессо, 180. Да. Соответственно, молоко охлажденное, для того чтобы лучше взбивать его. Выливаем эспрессо в молоко. Добавляем чуть-чуть корицы. И самое главное, чуть-чуть добавляем мускат на орех. Самое главное дело, мускат на орех не переборщить. Потому что мускат на орех очень сильно действует. Он перебивает, я имею ввиду. Когда его много, он такой своеобразный вкус дает, что не стоит. Лучше, чтобы было чуть-чуть. Так, а дальше что? Уже пьем? Нет. Нет. Нет, нет, только начало. Только начало? Ну да. А что там еще? Ну мы его сейчас вот спеем. А в домашних условиях это возможно? Чем спеем? Не получится? Да. Бывает иногда, я читал некоторые рецепты, спенивают ситочку. Нет, мы тут будем спенивать капучинатором. Это понятно. А сейчас вы что добавляли? Мед. Корючего какой. Цветочный или фу? Необычный. Мед самый что ни наеду. Натуральный, с полей. Одна ложка чайная. Такая, ну полная, я имею ввиду, с горкой. Порядка, сколько получается, порядка 10-15 грамм. Потому что все-таки этот напиток, его надо достаточно хорошо размещать, если не размещать, то мед он вообще висся. Потому что у нас все пробовало, в первые разы, ну, не получалось, потому что рецепт просто осаживался. И все, начинаем пениться. Все, напиток готов. Ага, быстро. А вы как определили, что он готов? Температура? Да. Ну. А, вот будете выливать, да? Чтоб красиво еще было. Ага. Все, да? Последний. 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 Последний.